Телеграм-канал БАЗа опубликовал расшифровку переговоров экипажа Airbus 321 уральских авиалиний с диспетчером перед аварийной посадкой прямо на поле в одном километре от аэропорта Жуковск. Подлинность расшифровки подтвердили интерфаксу в прислужбе уральских авиалиний. Напомню, 15 августа пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет на кукурузное поле буквально через несколько минут после вылета из аэропорта. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателей, в которые попали птицы. Пилоты подали сигнал аварийной ситуации практически сразу после взлета. Далее фрагмент переговоров обозначения ПАН-ПАН – это сигнал аварийной ситуации. Время 6 часов 12 минут. Пилот, взлета готов. Диспетчер, ВПП-12, взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. Время 6 часов 14 минут. Пилот, ПАН-ПАН, ПАН-ПАН, разрешите обратным разворотом высота. Диспетчер, разрешил обратным заход. Время 6 часов 15 минут. Пилот, просим скорую помощь и службу спасения. Диспетчер, высота ваша и сколько пассажиров на борту? Пилот, высота, мы выполнили, сели за полосой, пассажиров 226 и 7 членов экипажа. Время 6 часов 16 минут. Диспетчер, где находитесь? Пилот, минуту, аварийный маяк сработал? Диспетчер, нет, не сработал. Время 6 часов 19 минут. Диспетчер, доложите обстановку. Пилот, все пассажиры эвакуированы. Диспетчер, пострадавшие жертвы подскажите. Пилот, жертв нет, пострадавших попозже. Диспетчер, понял попозже. Мы попросили ознакомиться с расшифровкой переговоров профессионалов. Авиадиспетчер первого класса Московского центра автоматизированного управления воздушным движением Игорь Кирилюк считает, что и пилоты, и наземные службы отработали хорошо. Дал информацию, какого пилота, о том, что отдельные перелеты птиц. Такая процедура, пилот уже сам сидит, смотрит, принимает решение, сейчас взлететь, через 10 секунд взлететь, или если что-то не нравится, ему он докладывает диспетчеру. Понятно, что у каждого есть своя процедура, у пилота нужно эвакуировать пассажиров, а диспетчеру вытащить весь мозг пилоту, узнать всю информацию по поводу количества пассажиров, по поводу места, где он находится. Чуть-чуть, конечно, диспетчер начал дергать пилота, когда ему вообще не до этого было, но у каждого своя работа. На 4 с плюсом точно отработали они, это мое мнение, как диспетчера с 28-летним стажем, мне кажется, что нормально. Маленький минусик такой, но это, конечно, мне там сейчас все пилоты своих не сдают, но я не сдаю, а так уже брать по гамбургскому счету, то когда пилот понимал, что идет угроза человеческим жизням и угроза воздушному судну, то надо было уже докладывать мэйдэй, 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 вместо пан-пан. Как вам вот последняя часть переговоров с наземными службами? По поводу аварийно-спасательной бригады? Ну, я так понял, что диспетчер капельку растерялся, наверное, до конца 6 утра не понял, что самолет находится в кукурузном поле. Я так понял, что какие-то аварийно-спасательные бригады на аэродроме были, пилот запросил, диспетчер это подтвердил самое главное, сказал, что понял, да, там, как я помню, из переговоров. Отработали хорошо, нормально, говорю. Авиадиспетчер Игорь Кирилюк. Из расшифровки переговоров ясно, что диспетчер предупредил экипаж о птицах. В России самолеты сталкиваются с птицами в 2,5 раза чаще, чем в США, пишут ведомости со ссылкой на данные Росавиации. Авиакомпании и аэропорты регулярно жалуются в прокуратуру и какие-то меры принимаются. Но делается ли достаточно? Об этом Андрей Ромашков. Пролетел 4751 метр за 4 минуты 45 секунд, 4 полных круга. Дважды пересекал забор кукурузного поля Бирда. Два круга гонялся за стаи птиц и убил одну, которая упала на верхнюю поверхность крыла и через некоторое время свалилась во время крутого поворота. Это описание первого в истории столкновения самолета с птицей, записанное в дневнике первопроходцев авиации братьев Райт. О личном опыте так называемого «Бёрд-страйка» рассказывает председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Заходил на посадку в аэропорту Таллинн и вдруг услышал сильный удар с правой стороны. Прямо самолет вздрогнул весь. Но я сразу взял управление на себя, ну и, так сказать, произвели посадку. Техники идут, они мне показывают, смотри, какое чудо ты привез. Значит, крыло самолета, лобовая часть, это прочнейшая часть, пробито, и в дыре это торчит шея с головой. Оказалось, что эта птица весом несколько килограмм большая попалась в заходную посадку и повредила вот таким образом мне крыло. И каждый пилот, который длительное время работал в авиации, вам расскажет о подобных случаях. Почему? Потому что хозяевами неба являются птицы, а человек туда вторгается в это пространство. Поэтому бороться с ними бесполезно, а надо предпринимать меры, как с ними сожительствовать. Сожительствовать с птицами в окрестностях аэропортов приходится не самыми добрососедскими методами. Список оборудования группы по орнитологическому обеспечению полетов аэропорта Внуково от 2017 года напоминает знаменитую цитату из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», которая начинается со слов «У нас было». Три автомобиля повышенной проходимости с оборудованием для звукового отпугивания птиц. Четыре хищные птицы, два ястреба, тетеревятника и два сокола. Две собаки, шотландский сеттер и волчак. Две пневматические винтовки, бинокли, ловушки, макеты хищных птиц, пропановые пушки и так далее. Насколько эффективно защищены от птиц российские аэропорты? Мнение главного редактора портала «Авиа.ру» Романа Гусарова. Российские аэропорты имеют защиту от оттолковения воздушных судов птицами на принятом мировом авиационном сообществе уровне. Потому что это очень важный элемент и сертификации аэропортов. А все аэропорты гражданские проходят обязательную сертификацию и регулярные проверки сертифицирующих и лицензирующих органов. И все применяемые технологии орнитологической защиты, они соответствуют, в общем-то, мировой практике. Поэтому я не вижу никаких предпосылок сомневаться в качестве подобной защиты российских аэропортов. С другой стороны, сам факт аварийной посадки самолета под Жуковским не позволяет назвать уровень орнитологической безопасности российских аэропортов безупречным. Управляющая компания «Аэропорт Аэро» рассказала о неоднократных жалобах в прокуратуру на птиц возле взлетно-посадочной полосы. Ведомство проводило проверки, но, опять же, предотвратить инцидент не удалось. Менее радужную картину рисует пилот авиакомпании «Северный ветер», попросивший не называть его по имени. А орнитологические службы работают у нас плохо, потому что то, что летают птички в районе аэродрома, это часто достаточно бывает. Современные есть мировые технологии отпугивания птиц. Просто надо вложить деньги, которые, как всегда, экономят, и исключить такие случаи. Потому что количество жертв – это невосполнимо просто. Вложить большие деньги, чтобы решить эту проблему окончательно, я думаю, не то, что стоит, это обязанности. Просто они их не выполняют, свои обязанности, как следует. По данным американского авиарегулятора, за последние 30 лет столкновения с птицами стали причиной гибели более чем 250 человек. Происшествие над Жуковским могло бы почти удвоить этот показатель. На борту находилось 233 человека, и если бы не мастерство пилотов и тысяча счастливых случайностей, мы бы обсуждали не чудо над Раменским, а новый трагический рекорд. Андрей Ромашков, Бизнес-ФМ. Командир аварийно севшего самолета в Подмосковье открыл футбольный матч в Екатеринбурге между местным клубом «Урал» и «Самарскими крыльями Советов». Перед этим экипаж аэробуса уральских авиалиний приветствовали зрители на стадионе «Екатеринбург-арена». Следственный комитет и сам перевозчик опровергли сообщение о мародерах на месте аварийной посадки лайнера в Подмосковье. Решение о вывозе аварийного аэробуса будет принято в ближайший понедельник, сообщил ТАСС гендеректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Сккуратов. Сейчас самолет охраняют сотрудники Росгвардии. Проект база опубликовала расшифровку переговоров пилотов, севшего в поле А321 в Подмосковье. Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский экипаж подал сигнал аварийной ситуации. Лайнер оторвался от земли в 6 часов 12 минут по Москве. Спустя 2 минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер дал разрешение на обратный заход в аэропорт, но пилоты не стали разворачивать аэробус. Они поняли, что второй двигатель теряет мощность, скорость падает. И приняли решение посадить самолет в ближайшем месте на кукурузном поле по курсу движения. В 6.15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили, мы выполнили посадку, сели за полосой. Пассажиров 226 и 7 членов экипажа. Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил не отвлекать экипаж, поскольку идет эвакуация. Перед вылетом диспетчеры предупредили экипаж воздушного судна об отдельных перелетах птиц, которые могут помешать полету. По мнению летчика-испытателя, почетного президента Международного авиационно-космического салона МАКС Магомеда Толбоева, предугадать ЧП экипаж не мог. Ну, это повожено, всегда диспетчеры предупреждают о том, что на полосе есть такая помеха. Это ведь стандартная ситуация. Но контролировать перелет этих человек невозможно. Они носятся то туда, то сюда. Не угадаешь между ними. Они могут во время взлета сами подняться с земли. И они сидят, а тут же поднимаются. Поэтому просто это общее такое сведение, что да, будьте осторожны. Но предугадать этих человек, это невозможно. Они уже, мутации, прошла мутация. Они, океанские птицы, превратились в уже сухопутных. И при том в стаиные. Уже у нас ворон нет в Жуковском. Они всех заклевали. Пилот-инструктор летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет на поле, Виктор Сычев, рассказал комсомольской правде, что Юсупов всегда сохраняет спокойствие во время внештатных ситуаций. Самолет, он называется самолет. Он сам летит, да? Он сам взлетает. Тут проблем, как говорится, никаких. Но вот посадить его, конечно, тяжело. Тут сам он не сядет, пока пилот не вмешается, как говорится. По поводу внештатных ситуаций. У него получалось так. Мне не требовалось дополнительно давать ему на эти вот внештатные ситуации дополнительное время. Это бывает тоже очень редко. В основном каждому курсанту нужно какое-то дополнительное время обязательно. Но он, понимаете, в мозгу, видать, прокручивал вот это все внештатные ситуации до такой степени, что ему, как говорится, очень легко это все давалось. У него сразу с первого раза все как бы получалось. И еще могу сказать, что на тренажере, вот когда на тренажере отрабатывали, тренажер он взял очень большое время. То бишь, что если ты на земле все это делаешь, сумеешь и сделаешь все как положено, тебе будет в воздухе намного проще. Вот это вот он все понимал.